Здравствуйте еще раз, коллеги. Думаю, будем начинать. Итак, пару организационных моментов. Сегодняшний вебинар мы записываем. Видео будет доступно, немножечко позже выложено на нашу страничку YouTube. Сегодняшний вебинар посвящен теме разработки в ClickView. Я думаю, что будет, наверное, много вопросов. Все вопросы можно задавать через панель, которая у вас находится в правом окошечке экрана. Есть панель чата. Вопросы мы будем делить на секции. То есть, как сегодня, в принципе, будет построена наша встреча. Сначала я в нескольких словах расскажу о ClickView для тех, кто первый раз, возможно, на наших вебинарах. Дальше расскажу несколько слов о самостоятельных внедрениях, о проектах, о способах внедрения. После этого передам слово коллеге Александру Нерушу. Он на примере покажет, как же происходит разработка в ClickView. И после того, как этот пример будет показан, передам слово Вячеславу Мелиному, финансовому директору компании Билла Украина. Он расскажет о самостоятельном внедрении ClickView, которое осуществила компания Билла Украина. Вопросы можно будет задавать во время непосредственно уже общения, вебинара. Но я вопросы буду зачитывать, соответственно, после каждой из таких наших частей вебинара. Итак, относительно самого решения. ClickView – это платформа для бизнес-анализа, которая уже в течение нескольких лет держится в лидерах в квадранте Гартнера. По исследованию, как вы видите, вот здесь можно увидеть, что ClickView находится очень высоко по способности к реализации. И это в том числе, возможно, благодаря тому, что платформа она проста в разработке, она проста для работы как пользователей, но также и для работы непосредственно создания приложений, то есть для разработчика. И сами проекты, они реализовываются в достаточно короткие сроки. Это и обеспечивает вот такую высокую позицию ClickView. Решение было создано компанией Click. Click уже более 20 лет на рынке, используется в 105 странах, и клиентами являются более 30 тысяч компаний. RBC Group работает на рынке СНГ. Мы являемся сертифицированным партнером компании Click, разработчика. И, как вы можете увидеть здесь, на логотипах представленных проекты, которые мы реализовали, они могут использоваться, да, они используются в разных отраслях. То есть здесь есть и компании-производители продуктов питания, и торговые сети, и банки, и производственные компании, и фармацевтические компании. То есть как таковых ограничений по использованию по отрасли нет в принципе. И также нет никаких ограничений по использованию уже непосредственно по направлениям компании. Конечно, чаще всего Click.View в первую очередь затребован отделами продаж, отделами логистики. Компании хотят анализировать работу с клиентами, хотят анализировать рынок, анализировать свои запасы. Но также есть запрос на анализ финансовой деятельности компании дебюторской, кредиторской задолженности. Есть проекты, которые реализованы по анализу персонала, операционной деятельности. IT-департаменты также используют Click.View для анализа управления службой, работой службы, сервиса, запросы, которые поступают от пользователей, анализ, реализация задач. То есть Click.View в принципе можно сказать такой универсальный инструмент, который в разных отраслях используется, разными отделами. И также очень важно то, что Click.View позволяет использовать различные источники информации. Здесь как таковых ограничений нет. И важно то, что подключение к источнику идет напрямую, без необходимости создания хранилищ данных. И это позволяет также сократить время на реализацию проектов. То есть когда Click.View подключается к каждому источнику напрямую, дальше создаются уже модели данных, эти данные связываются между собой, и дальше уже создается непосредственно сама визуализация, сами объекты аналитические, которые есть. Но более подробно расскажет мой коллега Александр Неруш. Есть сейчас вкратце еще о тех возможностях, которые предоставляет платформа в плане архитектурном. Расскажу. То есть что важно, что в Click.View данные, они хранятся в так называемой ассоциативной модели. То есть в принципе вот эта технология ассоциативности, она запатентована компанией Click. И она позволяет хранить только уникальные значения, которые есть у нас данных. Благодаря этому данные сжимаются, они между собой взаимосвязываются, и также пользователь эти взаимосвязи видит. Ему удобнее работать, потому что если он какой-то отбор осуществляет, он сразу видит, какие данные связаны с тем отбором, который он произвел. Кроме того, Click как компания, она первой была в использовании технологии обработки данных в оперативной памяти, in-memory. Сейчас многие решения уже используют эту технологию, поскольку она позволяет очень быстро проводить пересчет данных при изменении запроса пользователя. И является очень эффективной. И как я сказала, благодаря тому, что ассоциативная модель позволяет хранить только уникальные значения, объем данных значительно меньше, чем в первоисточниках. Поэтому работа обеспечивается очень быстро. Эти две технологии в связке дают дополнительный эффект от использования. Также в ClickView есть свой встроенный ETL, есть возможности и средства инкрементальной загрузки. То есть мы перезагружаем только обновленные данные, либо же если нам необходимо перезагружать данные открытого периода, это тоже возможно. Что важно, что ClickView также работает на различных устройствах. То есть есть функция поддерживается мобильности, можно использовать на планшетах, на смартфонах, очень удобно для топ-менеджмента. И также поддерживается коллективная работа. То, что отмечают как тенденцию, то, что важно, это возможность принимать решения, обсуждать данные. Если даже пользователи находятся в различных офисах, они могут такую коллективную работу использовать. Несколько слов о самостоятельном внедрении. У нас достаточно много клиентов, компаний, которые осуществляют внедрение самостоятельно. То есть здесь возможны различные варианты, о которых немножечко позже расскажу. Но что в первую очередь важно для самостоятельного внедрения, это, конечно же, приобрести знания, как ClickView внедряется. Сейчас я передам слово Александру Нерушу. Он непосредственно на примере покажет, каким образом разрабатываются приложения в ClickView. Ну, а если есть сейчас какие-то вопросы, вы, пожалуйста, пишите их в чат. Я посмотрю и буду отвечать. А пока что передаю слово Александру. Добрый день, коллеги. Надеюсь, меня хорошо слышно. Сейчас я предоставлю доступ к моему экрану. Сразу хочу предупредить, что сегодняшняя сессия рассчитана на специалистов, которые только начинают, только-только начинают знакомиться с процессом разработки ClickView. То есть никаких, скажем так, продвинутых вещах ClickView мы сегодня говорить не будем. Но для опытных специалистов, как Оксана уже сказала, хочу напомнить, что в октябре у нас мастер-класс по ClickView от Олега Троянского. Это, скажем так, один из тех людей, который проводит постоянно мастер-саммиты по Семьему миру. Вот в октябре в Амстердаме, но компания RBC Group совместно с Олегом Троянским, она работает в США, в городе Чикаго. Он президент компании NaturalSendersis. Вот мы запланировали такой вот мастер-класс в виде вебинара четырех сессий, двух-часовых сессий. Поэтому для опытных специалистов я очень рекомендую такой вот мастер-класс. Сегодня практическую сессию я решил построить на базе стандартного туториала, который доступен для загрузки, для того, чтобы вы могли на свободное время тоже скачать такой туториал и попробовать самостоятельно начать разрабатывать какие-то аналитические приложения в Клипью. Для того, чтобы скачать туториал, нам необходимо открыть официальный сайт клип.ком. Сейчас компания Клиптек проводит такой ребрендинг в связи с выводом нового продукта Кликсенс на рынок. Об этом продукте мы расскажем позже, когда будет доступна серверная версия этого продукта уже осенью. Но для сегодняшнего туториала нам понадобится Клипью Personal Edition, персональная версия Клипью, которая доступна для бесплатной загрузки на сайте. Вот здесь вот кнопка Free Download позволяет скачать бесплатно, после регистрации позволяет скачать бесплатно такую вот версию. Если нажать эту кнопку, мы получаем доступ на такую вот страницу. Здесь вот как раз нужно нам взять Клипью Personal Edition. Персональная версия не содержит серверного программного обеспечения. Это абсолютно бесплатная полнофункциональная версия с небольшим ограничением. Ограничение такое, что те документы, которые создаются, будут созданы вами на вашем рабочем месте, они могут быть открыты только на этом рабочем месте. То есть нельзя передать, скажем так, этот Клипью документ своему коллеге, имеющему тоже такую вот персональную версию, нельзя открыть такой документ на другом компьютере. Единственное, что если у коллеги лицензионная версия, тогда да, такой документ можно легко открыть в любой лицензионной версии. Если кликнуть на вот такую ссылку в Клипью Personal Edition, мы попадем, после регистрации, погибли на сайт для загрузки. Здесь я просто хочу показать для тех людей, которые первый раз сталкиваются с Клипью. Так, сейчас я нажму эту ссылку. открывается эта страница. На этой странице необходимо будет выбрать, нажать кнопку Get Started, и здесь вот есть ряд фильтров, потому что на этом сайте достаточно большое количество различных ссылок для загрузки есть. нас интересует десктоп, Клипью Десктоп, последняя версия это 11.20, и сервис-релиз, так называемый SR7, это последний релиз, который доступен для загрузки. Опять же, ниже в фильтрах доступна та операционная система, выбор одной из операционных систем, либо же это 64-разрядная система, либо Windows 8, отдельно есть дистрибутив, либо 32-битная система. То есть, выбираем необходимые вот опции, становятся доступны вот эти ссылки на загрузку, здесь необходимо скачать Клипью Personal Edition, это как раз вот этот инсталляционный пакет для установки персональной версии. А также есть ссылка для скачивания документации и туториала, то, что нам тоже пригодится для сегодняшнего практической сессии. Я уже все это дело сначала проинсталлировал, поэтому сразу покажу, что инсталляция там не требует каких-то особых знаний на самом деле, и в меню пуск появляется папка Клипью, где есть сразу же ссылка для запуска Клипью, я это сразу сделаю, появляется запуск Windows-приложения Клипью, 11-я версия. Также документация и туториала доступны на вот этой титульной странице, вот здесь есть ссылка Download Technical Documentation на туториал, то есть с помощью этой ссылки тоже можно скачать нужный нам туториал. После инсталляции такого туториала он становится доступен тоже, устанавливается локально на диске, и вот здесь тоже есть ссылка Клипью, документ, документацию на туториал. Если я клиплю ссылку, в меню пуск, соответственно, открывается проводник, обратите внимание по умолчанию, такой туториал инсталируется в папку Program Data Слэш Кликтэг. То есть вот эта папка Program Data она скрыта в проводнике Windows, поэтому вот либо нужно с помощью проводника набрать такой полный путь, либо через мини-пуст открыть туториал. Папка Кликью Туториал. У меня проинсталлирован такой туториал на всех языках и посмотрим структуру такого вот туториала. Здесь есть отдельно документация для данного задания. У меня есть она здесь на нескольких языках такая документация. Она позволяет ознакомиться с основными возможностями Кликью. Отдельно есть полноценный референс-мануал для разработчика. И что важно для нас это вот папка Creating Документ есть под папкой Data Sources. Это наши источники данных, которые используются в данном практическом задании. Интересно то, что Кликью содержит полноценные ITL. Это так называемые ITL-скрипты. Скрипты, которые позволяют извлечь, преобразовать данные, загрузить данные в модель. Причем такая вторая особенность интересная в том, что Кликью позволяет загружать данные в оперативную память одновременно с разных источников. Это позволяет консолидировать данные с различных учетных систем, с различных возможно веб-сервисов, возможно xml-файлов, с различных систем управления базами данных и так далее. Ну и также одна из основных особенностей это то, что Кликью это им-мемори-система, система с обработкой данных в оперативной памяти. Это значит, что все данные, которые загружаются с помощью скрипта, они попадают в оперативную память, это тоже можно учитывать. Также поддерживается такая новая технология, которая сейчас подливается. Это технология Direct Discovery, которая позволяет на лету подчитывать данные с внешних источников. Сейчас есть ряд ограничений, мы в течение сегодняшней сессии не будем говорить об этой технологии, но в большинстве случаев используется как раз вариант, когда все данные загружаются в оперативную память, полностью все данные. поэтому что мы сделаем? Я запускаю ClickView, сразу же создаю новый документ, это файл, New, и сохраняю такой документ на диске, локально на диске. Я буду сохранять ту же папку, где у меня туториал, выбрав один из доступных языков, вот рядом с нашей папкой с исходными данными, дата-сорс, ну, назовем ее, допустим, туториал. Хочу также добавить, что система ClickView, это система с поколоночным хранением данных, за счет этого, в отличие от традиционных систем управления базами данных, достаточно оптимально используется оперативная память. ClickView не хранит повторяющие значения, скажем так, достаточно интересно реализован алгоритм хранения данных в оперативной памяти, и поэтому при загрузке данных, например, с традиционных источников, вы можете с удивлением того, что, на самом деле, если, скажем так, исходные данные, возможно, там занимают несколько гигабайт на диске, то для хранения этих данных в оперативной памяти ClickView потребуется, возможно, несколько раз меньше оперативной памяти. то есть, если, допустим, возможно, 10 гигабайт на диске в реализационной системе базы данных, то ClickView, возможно, потребуется в два, а, возможно, даже в больше, чем в два раза, меньше, чем в два раза ОЗУ. то есть, возможно, даже стандартный ноутбук четырьмя гигабайтами может поместиться вот все ваши данные. Но это очень сильно зависит от того, какие данные, как они хранятся в ваших системах управления. Дальше, что мы сделаем, ClickView содержит, как я уже сказал, встроенный редактор скриптов. Это тоже одна из важных особенностей продукта, и, соответственно, не требуется дополнительно каких-то инвестиций, какие-то хранилища, для того, чтобы поверх таких хранилищ создать интерфейс. Мы можем непосредственно из ClickView подключаться к различным источникам напрямую. Соответственно, для открытия редактора скриптов в меню файла есть Edit Script, Ctrl-E. Скрипты достаточно простые в освоении. Это такой скрипт похож на чем-то похож на SQL, на язык структурированных запросов. И, в принципе, я скажу сразу, что если вы уже как-то используете SQL в своей работе, то все эти SQL-запросы можно непосредственно вставлять и использовать в скрипте ClickView. Для подключения к нашим источникам, у нас тут разнотипные источники. Еще раз открою эту папку. У нас есть файлы с разделителем . Есть Excel, есть файлы с разделителем типа табуляции, символ табуляции, есть Access. все эти данные можно загрузить. В данном случае, это все файловые источники, но ClickView также позволяет подключаться с помощью стандартных механизмов OLDC, либо же OLDB, подключаться к промышленным системам управления базовых данных, либо же open-source системам. Также существуют коннекторы к коммерческим системам управления предприятием, такой, например, саб-коннектор. Ну, и система расширяема существует IP для создания собственных коннекторов каким-то своим системам. По умолчанию, в большинстве случаев достаточно таких механизмов OLDC, а также OLDB. Для того, чтобы... Давайте начнем сам процесс загрузки. Я добавлю специально новый лист. В принципе, VS Script пишется в таком редакторе, достаточно простой, но в этом редакторе есть достаточно полезные мастера, мастера, которые позволяют загрузить данные, не зная вообще синтексиса ClickView. Я специально добавляю новый лист. Скрипт ClickView можно разбивать условно на такие вот листы, для того, чтобы можно было быстро ориентироваться по скрипту. Но, тем не менее, можно также писать весь скрипт на одном листе. Скрипт будет выполняться слева крайнего листа и по очереди дальше на всех последующих листах. Воспользуемся для загрузки данных из файловых источников воспользуемся кнопкой Table Files. Нажав эту кнопку, нужно открыть ту папку, где у нас находятся наши исходные данные, в данном случае это файловые источники, это папка Data Sources, и начнем загрузку наших транзакций. Транзакции у нас хранятся в таком вот файле Commerce Separated Value File, CSV File, если нужно подкрыть, появится стандартный мастер, который позволяет подключиться к файловому источнику и создать определенные параметры. Сейчас система ClipQ достаточно правильно выбрала нужные все параметры, например, разделитель в виде запятой в этом файле, указала правильный набор символов и также поставила встроенные метки. Если опцию встроенные метки не ставится, в нашем файле может быть первой строкой заданное название для наших колонок. которые будут созданы в процессе загрузки. Поэтому, если у нас в исходных данных есть такая строка, мы можем поставить опцию Embedded Lake встроенные метки. В принципе, такой визор позволяет дополнительно делать обработку данных при загрузке, там есть ряд шагов по трансформации в процессе загрузки, но мы сразу нажмем кнопку Finish и в новой строке появляется конструкция Load загрузки данных с файла. Куда попадают эти данные? Эти данные попадают в оперативную таблицу, в оперативную память нашего персонального компьютера. Для того, чтобы задать название для нашей таблицы, мы можем перед конструкцией Load сразу задать, например, это будет таблица называться Sales и поставить кнопку сохранить и сразу нажмем кнопку Reload. В процессе выполнения скрипта происходит считывание данных внешнего источника нашего файла в данном случае и загрузка данных в оперативной памяти. Я нажму кнопку Close здесь тоже появляется диалог, нажму отмена и в меню File есть доступен обозреватель таблиц Table Viewer Control T и быстро комбинация клавиш. Она показывает те таблицы, которые есть в данном случае созданные в процессе выполнения нашего скрипта. В этих таблицах также есть возможность сделать предварительный просмотр превью правой кнопкой мышки и посмотреть данные как у нас загружены в оперативную память. Откроем редактор скрипта и повторюсь Ctrl-E Edit Script Вернемся в наш скрипт мы еще загрузим несколько таблиц посмотрим как строятся связи между этими таблицами ну и повторюсь что ClickView позволяет загружать данные с разных источников одновременно тем самым объединять как угодно объединять данные в одни таблицы какие-то преобразования делать дополнительную обработку делать в процессе загрузки понятно что ввиду того что у нас сегодня шессия имеет ограничение по времени поэтому о всех возможностях я не сумею рассказать есть возможности связанные с join'ами те же join'ы которые можно делать в SQL то точно так же можно приблизительно делать в ClickView также есть дополнительные конструкции которых нет в SQL тоже достаточно мощные средства по обработке данных в оперативной памяти существуют в скрипте ClickView следующее что мы сделаем я добавлю опять же условно новую страницу и загружу например справочник стран country опять же кнопка table files в данном случае у нас доступно три файла три файла справочник стран country1 country2 country3 выбираем один из них здесь опять же нужно поставить встроенные метки так как первая строка содержит у нас название для наших колонок и нажму кнопку finish также задам название для нашей таблицы это будет таблица country ClickView также в скрипте есть кнопка debug которая позволяет выполнять какую-то базовую отладку скриптов то есть если я нажарю просто покажу появляется такой дополнительный диалог дополнительное окошко здесь можно также ставить точки останова здесь нажимаем кнопку run ClickView останова вот здесь вот доступный список перемен которые создаются в ClickView в процессе выполнения скрипта ну в общем то полезная такая опция есть limited load которая позволяет ограничить то количество записей которое будет загружаться в оперативную память нашего персонального компьютера то есть если поставить limited load указать количество записей то соответственно с каждого источника внешнего будет загружено количество записей вернусь к скрипту то есть я загрузил справочник стран напомню что у нас страны тут условно да должны быть загружены с нескольких внешних файлов это country2 точно так же добавить создать загрузку со второго файла country2 в ClickView есть такая интересная особенность что если у нас скажем так в одном из load есть такой набор полей которые встречаются в одной из предыдущих load в одной из предыдущих таблиц то все эти данные автоматически будут попадать в указанную таблицу то есть в первом load при загрузке данных country1 создается таблица с таким набором полей во втором файле country2 у нас точно такой же набор полей просто другие данные соответственно автоматически вот эти данные попадут в эту же таблицу country это такая особенность которая работает по умолчанию конечно же эту опцию можно отключить с помощью специальной конструкции перед load но сейчас я это делать не буду мне так как раз нужно чтобы эти данные с country2 попали в нашу таблицу country и добавим третий файл country мы видим что здесь тоже есть первая строка это название для наших колонок но здесь формат перечень колонок другой здесь три колонки нажму finish и для того чтобы заставить clickview сохранить эти данные с третьего файла в ту же таблицу country перед load я допишу специальную конструкцию nktonate в скобках укажу имя таблицы которой я хочу дописать эти данные это таблица country которая указала здесь то есть nktonate позволяет добавить явно как бы добавить эти данные в указанную таблицу таким вот образом у меня будут загружать файлы также я добавлю точно так же добавлю рынки это markets это файл в котором используется разделитель это уже символ табуляции соответственно здесь в этом файле особенность в том что не указаны названия для колонок но знаю такой формат файла я могу явно явно присвоить название для наших колонок например первая колонка это у нас будет маркет это наш рынок и вторая колонка это будет country обратите внимание я специально вторую колонку называю точно так же как она называется в наших справочнике стран в том числе указываю правильный регистр первую букву country у нас большой здесь используется зачем мы посмотрим это немножко дальше нажимаем finish соответственно тоже вставляется вот такой вот load скрипт и назовем эту таблицу market нашей рынке нажму сохранить если выполнить загрузку мы можем посмотреть отозреватель Glitz мы видим что автоматически построилась связь между двумя таблицами таблицей country и таблицей market связи к реке строится просто на основании если в одной из двух и более таблиц встречаются поля с одинаковым наименованием соответственно строится связь пока у нас есть таблица связь связи между ними нет потому что мы не загрузили не все данные но вот таким вот образом создаются в клипе ассоциативные связи и давайте уже добавим наш справочник менеджера по продажам если наши исконные данные мы видим что тут для данного есть данные в xls есть также в аксессе но я для разнообразия покажу как данные загружаются с аксессом для загрузки данных сервизационных систем управления базами данных либо же каких-либо других источников используется вот такой стандартный механизм операционной системы windows либо ODBC либо OLEDB для всех промышленных СУБД существуют драйвера к этим механизмам для аксесса в данном случае я буду использовать механизм ODBC Open Database Connectivity механизм Microsoft и я знаю что у меня проинсталлирована локальная система 64-разрядная но у меня локально проинсталлированы драйвера 32-разрядные такой вариант тоже возможен поэтому я здесь ставлю опцию force 32-бита для того чтобы подключиться к нашему источнику но при использовании механизма ODBC важно создать с помощью ODBC администратора создать такой вот в операционной системе прописать как бы путь к нашему источнику будем так говорить создать наш источник данных поэтому в меню Tools здесь вот для удобства выведен ODBC администратор он также доступен через впуск в панелях управления в администрировании операционной системы но тем не менее для удобства он здесь доступен поэтому я сразу запускаю ODBC администратор потому что у меня установлен 32-разрядный драйвер Microsoft Access и здесь я просто покажу что добавляется источник нажимаем кнопку добавить это стандартный диалог операционной системы Windows здесь в списке драйверов едаю нужно не драйвер Microsoft Access driver нажимаю готово появляется такое вот диалоговое окно здесь необходимо указать название для нашего источника ну допустим это будет My Tutorial называться и с помощью кнопки выбрать для нашего драйвера для данного случая для загрузки из Access я должен указать файл здесь я скопирую полный путь к нашим файлам и нажму Enter вот этот файл SalesMDB нажимаю Ok то есть My Tutorial важно запомнить это название дальше мы будем использовать его при подключении используя этот механизм Нажимаю Ok в данном случае я использовал закладку пользовательские DSN то есть для моей учетной записи Windows создается вот такой вот источник My Tutorial точно так же можно было бы создать системный DSN но при создании системного DSN вы должны иметь соответствующие права доступа нажму Ok дальше что нужно сделать это нажав выбрав Odds в списке и указав 32 бита если вы используете 32-разрядные драйвера нажать кнопку Connect и в появившемся списке выбрать наш источник созданный на предыдущем этапе источник напоминаю называется My Tutorial обратите внимание вот здесь опция Show User DSN показывать пользовательские источники если эту опцию убрать показываются только системные источники данных если ее поставить соответственно покажутся те источники которые были созданы под вашей учетной записью в данном случае это My Tutorial нажимаем кнопку Test Action все нормально нажимаем Ok в скрипт вставляется строка подключения и дальше что нам нужно сделать это с новой строки поместить Курс Store в новую строку нажать кнопку Select этот мастер позволяет выбрать те таблицы которые есть в нашем источнике в принципе вот этот механизм который я показал на базе Microsoft Access он аналогичным способом происходит подключение к любой промышленной системе управления базами данных будь то Microsoft SQL Server либо Oracle любой другой в этом в том числе диалоге нам нужно выбрать нашу таблицу это одна таблица SalesMem здесь же мы видим в предварительном просмотре тот скрипт который будет вставлен в наш редактор единственно что я выберу с помощью мышки те поля явно тоже какие поля должны быть вставлены в наш скрипт и нажиму Ok если у вас тоже есть готовые SQL запросы их можно просто вот здесь после ключевого слова SQL вставлять непосредственно редактор скрипту опять же эти данные должны попасть в оперативную память в ClickView в таблицу соответственно эту таблицу я назму SalesMem и нажму сохранить нажимаем Reload смотрим что в процессе происходит процесс загрузки и посмотрим что у нас получается в оперативной памяти File Table Viewer обозреватель таблиц здесь мы видим Country здесь у нас связались наши менеджеры по продажам что нужно еще загрузить это наш справочник клиентов еще модель полностью не построена давайте загрузим справочник клиентов дополнительно это FileCustomer я добавлю опять же новый лист назовем этот лист Customer и нажму кнопку Table Files это файловый источник опять же поэтому я нажимаю кнопку Table Files здесь у нас есть Custom XLS для загрузки данных с Excel не нужно устанавливать не нужен офис ты напрямую может загружать данные как старого формата XLS так и более нового XLSX формата в Excel может быть несколько листов поэтому здесь в списке Tablets мы можем подарить те листы которые у нас доступны в нашем файле Excel здесь доступен в данном случае один лист это Customer и доступны вот такие данные данные по нашим клиентам опять же если в первой строке у нас есть название для наших колонок мы поставим опцию Embedded Labels и нажмем Finish соответственно эта таблица будет называться Customer двоеточие то есть наша таблица будет называться Customer обратите внимание у нас в таблице Sales есть наши транзакции и поле называется ID Customer в нашем же справочнике клиентов поле называется Customer ID немножко по-другому поэтому в ClickView есть возможность конечно же переименовывать поля проводить дополнительную обработку данных в том числе удалять таблицы памяти достаточно в общем то любые преобразования на данные можно производить с помощью скриптов ClickView поэтому что я сделаю я переименую поле ID Customer на поле Customer ID для этих целей я скопирую это поле потому что регистр в наименовании полей очень важен и поставлю переименование происходит точно так же как в SQL можно поставить таким вот образом ID Customer as Customer ID нажму сохранить нажму у меня построится связь между моей таблицей транзакций и моими клиентами справочниками клиентов я нажму и видим следующую модель у нас есть Sales нашей транзакции построила связь по полю Customer ID мы это видим есть справочник менеджера по продаже есть страны есть рынки где мы продавали вот такая небольшая модель ну для простых примеров с моделью мы завершили нажимаем кнопку сохранить в принципе скажу что в ClickView файле сохраняются не только скрипты а также сохраняются наши данные которые загружаются после выполнения вот такой вот загрузки с помощью кнопки reload а также в этом файле ClickView файле с расширением QW сохраняется наш интерфейс интерфейс проектируется на таких листах в меню layout мы можем добавить неограниченный пищевый стол и соответственно как-то проектировать наш интерфейс на панель инструментов доступна панель дизайн вот она включается здесь если она выключена можно включить дизайн правой кнопкой мышки на панели кроме того в контекстном меню есть пункт new sheet object и здесь доступны все те объекты которые позволяют каким-либо образом визуализировать наши данные построить интерфейс поэтому что я сделаю я добавлю для начала добавлю списки listbox списки позволяют делать фильтры для аналитиков конечные пользователи могут добавлять какие-то фильтры я выберу поле count и нажму ok таким образом создается достаточно просто создается интерфейс ну для того чтобы добавить сразу несколько списков я могу воспользоваться кнопкой select fields в контекстном меню для выбора такие поля например как customer market наш рынок salesman менеджмент по продажам ну опять же в процессе загрузки скриптов я рекомендую сразу вам переименовать поля на тот язык который принят у вас в компании ну для специальных времени я оставил все как есть загрузил поля так как они называются наших исходных данных нажму кнопку add добавить и ok все эти списки добавляются у меня на лист соответственно я могу эти списки как угодно скомпоновать на моем листе сделаем country наши salesmen и наши маркеты опять же я могу выделить все эти несколько списков правой кнопкой align-lab подровнять слева как-то space вертикально подровнять эти все объекты и так далее также сейчас я добавлю список в котором я буду выводить год поле year у нас есть это поле транзакций но я детально не останавливаюсь опять же из-за того что ограничено время не останавливаюсь на этих всех настройках просто показывает как сам процесс разработки происходит достаточно просто вот этот список я размещаю вверху вот таким вот образом не вертикально а горизонтально и отключу дополнительную шапку понятно что это года у нас это фильтр который позволяет нам выполнять фильтрацию по годам наши данные также я добавлю дополнительный фильтр months по месяцам точно так же отключу шапку и отключу поставлю отображение данных таким вот образом по горизонтали ну скажу так что с помощью возможностей скриптов ClickView можно в процессе загрузки формировать новые таблицы в том числе формировать например календарь здесь я не показывал как это делается календари для того чтобы можно было делать отборы там по кварталам по месяцам по дням недели и так далее это все можно делать только есть достаточно большой набор функций которые можно использовать в процессе загрузки данных здесь вот мы добавили такие вот списки фильтры и давайте добавим еще такой дополнительный объект как current selection box этот объект может пользоваться те отборы которые активны в текущий момент то есть те фильтры которые пользователь может сделать с помощью списков все эти фильтры все эти отборы они отображаются в таком объекте current selection box кнопка clear позволяет сбросить все эти фильтры вернуться к исходному состоянию и так далее но хочу сказать что списки достаточно интересные можно кликнув на соответствующем списке сразу же набирать какие-то ключевые фразы тем самым происходит фильтрация данных в этом поле соответствующем поле соответственно можно так быстро делать отборы с помощью поиска кроме того есть возможности такие интеллектуальные возможности по отбору данных с помощью выражений мы можем например такое условие написать поставить знак равно написать сумм то есть просуммировать данные по какому-либо полю например я знаю что у меня в памяти есть поле sales это наша сумма продаж и поставить такое условие sales больше чем например 100 тысяч или даже больше вот соответственно таким-то образом происходит фильтрация данных и показывать в данном случае в поле country у меня отображаются те страны которых сумма продаж была больше чем указанное значение в данном случае это 100 тысяч в Болгарии, Италии, Японии, США за все периоды я здесь не указал фильтр поэтому нажав кнопку enter либо же с помощью мышки я могу выбрать все эти страны вот таким вот образом можно еще производить поиск используя выражение клипью кроме того сделанные отборы если мы скажем так часто используем какой-либо отбор мы можем сохранить в букмарк закладки в букмарке это можно такую аналогию привести с избранным веб-браузере то есть нажимаем add bookmark задаем произвольное название здесь я просто поставлю единичку нажимаем ok и соответственно в списке закладок у меня появляется такая вот закладка которая позволяет быстро вернуться к сделанному отбору то есть нажав ctrl-1 либо же выбрав в списке закладок нужно мне закладку происходит восстановление сделанных отборов таким образом можно для себя делать закладки в клипе есть опять же специальный визуальный объект его можно тоже добавить на лист это объект bookmark в принципе здесь особо настроек никаких дополнительных дел появляется на листе и соответственно в таком вот объекте тоже доступны все закладки и здесь же можно нажимать кнопку add bookmark либо remove bookmark создавать либо удалять эти закладки также скажу что весь интерфейс в клипе доступен на различных языках в меню settings user preferences на закладке general есть такая кнопка change interface language соответственно если вдруг вы проинсталировали такой туториал вернее клипе personal edition и в процессе инсталляции выбрали английский язык то в дальнейшем можно выбрать нужный вам язык нажать ok и такие изменения наступят в силу как после серии запуска клипы то есть нужно вот это clickview.exe закрыть и заново перезапустить соответственно вы получите тот язык который вы выбрали в списке для который удобен для вас для разработки так то есть давайте продолжим создать диаграмму с помощью new sheet object диаграммы создаются вот здесь вот такой есть пункт chart для создания необходимо выбрать измерения это те поля которые у нас есть в памяти и задать формулу для расчета каких-то ключевых показателей для простоты будем использовать такой ключевый показатель как сумма продаж для примера я выберу один из доступных типов диаграмм обратите внимание clickview есть сводная таблица есть прямая таблица все эти таблицы они доступны при создании чарта здесь кнопка ниши чарт здесь несколько типов диаграмм в том числе прямая сводная таблица ну создадим бар чарта по столбиковой диаграмме нажимаем далее то есть такой вот визг позволяет создать нашу диаграмму на первом этапе нам необходимо выбрать из списка доступных полей нужное поле опять же напомню что я говорил что система clickview это система с поколоночным хранением данных и благодаря наличию таких ассоциативных связей между таблицами здесь мы оперируем при создании диаграммы оперируем полями нам нет необходимости знать в какой таблице хранится такое поле мы просто выбираем поле например нажимаем далее и на следующем шаге шаги вот такого мастера нам необходимо ввести выражение для расчета того или иного ключевого показателя все поля которые есть в оперативной памяти вот здесь они тоже доступны в таком вспомогательном выпадающем списке опять же здесь можно выполнить фильтрацию данных например выбрав таблицу sales я могу посмотреть какие поля есть в этой таблице у меня есть такое поле sales оно так и называется но в плитке есть целый большой набор функций которые можно использовать при расчете ключевых показателей здесь есть и функции агрегирования и какие-то функции для работы с датами времени финансовые функции и так далее здесь я буду использовать простую функцию сумм которая позволяет агрегировать данные в указанном поле то есть сумм в поле sales нажму ok для таких понятно что таких ключевых показателей может быть неограниченное количество с помощью кнопки add либо delete мы можем добавлять и удалять соответственно такие показатели и для каждого показателя мы можем задать произвольное название например этот показатель у меня будет назваться sales в принципе все все что необходимо сделать для создания нажимаем готово создается вот такая диаграмма а в любой момент времени мы можем конечно же дополнительно как то настроить изменить свойство такой диаграммы поэтому здесь я что еще сделаю я дополнительно сделаю сортировку укажу сортировку �� пример нам интересно увидеть продажи от больших значений к меньшим а также настройку осей сделаю tqo есть возможность каждую диаграмме отдельно настроить каждой таблице 와 Каждый пилот таблицы отдельно настроить сортировку, задать формат для соответствующих полей, для соответствующих показателей. Все это доступно, например, целое число, число с плавящей запятой, либо дата, либо время, либо интервал времени и так далее. Здесь для показателя Sales я укажу, что это money наши. Также укажу сортировку на закладке Sort. Допустим, сортировка будет по Y значению, по убыванию. И на осях я поставлю, сделаю дополнительную настройку, которая выведет у меня мои страны таким вот образом. То есть это у меня такая диаграмма продажи по странам по убыванию. Опять же, я сейчас детально не останавливаюсь на этих всех опциях, не рассказываю, какая опция зачем нужна. В общем-то, цель сегодняшней сессии, практической сессии, показать, как можно дать такой обзор того, как происходит процесс разработки. Поэтому я не останавливаюсь на всех этих опциях. Вот такие вот продажи. Здесь на этой диаграмме отображаются продажи за все периоды, с 2004 по 2011 год. Если нужно посмотреть данные за конкретный период, мы с помощью фильтров можем делать отборы. Кроме того, все диаграммы интерактивные, можно непосредственно мышкой делать отборы на диаграмме. Соответственно, все эти отборы попадают и применяются ко всем объектам, которые есть на этом листе и на всем других листах. Опять же, эту функциональность можно переопределять. Можно сделать так, что некоторые диаграммы не будут реагировать на какие-то отборы и так далее. То есть такой функционал тоже есть в крифе. Дальше, что я сделаю, я клонирую существующий объект, ctrl-c, ctrl-v, либо в контекстном меню есть кнопка clone, создам копию. И что я сделаю, я зайду в свойства такой диаграммы на закладке general, и я просто поменяю тип диаграммы. Например, создам диаграмму, круговую диаграмму, пайчат. Применить окей. Вот такая вот диаграмма. И то, что я еще дополнительно сделаю, я сейчас не останавливаюсь, не занимаюсь дизайном, ввиду того, что ограниченное время у нас очень. Поэтому в PQ есть понятие стилей. Здесь можно переопределять все эти стили, настраивать цветовые схемы и так далее. Задавать фон для листов, какие-то разукрашивать вот эти все закладки листов и так далее. Все это можно делать. Кроме того, здесь можно произвести переименование вот этих закладок. Вместо main написать, допустим, закладку создать sales analysis, задать фон, указать картинку для фона и так далее. Все это тоже можно делать. Здесь в диаграмме, в пайчарте я что сделаю? У меня уже есть сортировка по игре значений, по быванию. Дополнительно я с помощью dimension limits поставлю ограничения на те данные, которые мне выводятся. В пайчарте у меня выводятся все страны. Я поставлю опцию, показывая только наибольшие, поставлю 11 значений. Почему 11? Потому что я хочу, чтобы у меня отображалось 10 стран плюс опция другие, да, прочее. Соответственно, такую вот опцию я получаю 10 стран. И вот большой, это пирог последний, синий, это прочие, все те страны, которые не попали в топ-10. Дополнительно в настройках я поставлю на закладке presentation, показывать значения. То numbers, здесь показывается значение той валюте, которой у нас данные, но также на expressions, там где мои показатели, это в данном случае один показатель, сумм, sales, я поставлю relative, показывать относительное значение, чтобы отображать данные процентов. И здесь же для выбранного показателя поставлю values and data points, значения на точках. И вот так вот эту диаграмму я сделаю чуть меньше, эту диаграмму я помещаю вот сюда вот и немножко растяну ее, да, вот так вот. Соответственно, вот для каждого сектора отображается процент продаж и опять же все эти диаграммы интерактивные. Можно кликать на нужное значение, например, вот кликнув на значение, выбралось США, да. Что еще хотел показать, интересные особенности кликью, так как система кликью, это и memory система, то, что я говорил, и, соответственно, вторая интересная особенность кликью в том, что, когда мы делаем отборы, кликью производит перерасчет всех показателей на лету. Эта интересная возможность снимает все ограничения по анализу данных. В отличие от стандартных классических ULAB-систем, где IT-специалисты, скажем так, предопределяют пути для анализа, кликью таких ограничений нет. За счет того, что все эти показатели рассчитываются на лету, существуют гибкие возможности для анализа данных. Я хотел бы показать еще одну интересную особенность, это так называемые циклические группы и drill-down группы. В Settings, Document Properties, у нас есть закладка групп. Здесь мы можем создать разное количество групп. Я создам две группы, это будет циклическая группа и drill-down группа. Произвольным образом я называю эти группы. Например, Analysis Group, это первая группа, это циклическая группа, пускай будет. Здесь я могу выбрать списка доступных полей, этих полей, которые у нас есть в памяти. Например, страна, клиент, рынок, маркет и так далее. Я добавляю эти поля в список используемых полей в эту группу. Опять же, здесь можно переопределить порядок сортировки, задать выражение, то есть калькулируемое значение для не использовать поля, а какой-то с помощью функции Refill создавать новые поля. Нажму ОК. У меня появляется группа Analysis Group. И для примера также создам еще одну группу Drill Group. Допустим, она будет называться Drill Group. Drill-down группа. Здесь я буду использовать такие поля, как Year и, например, Month. Давайте поле. Здесь, опять же, можно порядок сортировки этих полей менять. Зачем это делать, я покажу позже. ОК. То есть две группы. Analysis Group, это циклическая группа, такая вот стрелка. И Drill Group, это стрелка вниз. Нажимаю ОК. Зайдем в свойства вот этой диаграммы Sales. На закладке Dimensions, там, где мы задаем наши измерения, то есть поля, которые используются в измерении, поле Country я удаляю. Но, опять же, здесь может быть неограниченное измерение, количество их измерений, поэтому поле Country я удаляю, я добавлю поле Analysis Group. Это та группа, которая была создана на предыдущем этапе. Нажимаю ОК. Здесь, опять же, я установлю опцию Dimension Limits, которая вот после того, как я поменял измерения, отключается. Нажимаю Применить ОК. Вот мои измерения. Что появляется? На такой диаграмме в циклической группе появляется специальная кнопка. Эта кнопка позволяет динамически изменять наше измерение, переключаться между этими измерениями. В данном случае это с продажей по странам. Нажимаем кнопку. Я могу гулять продажи по клиентам, продажи по рынку и так далее. То есть у пользователя появится возможность на лету переключать эти, скажем так, измерения и опять же делать отборы. Например, вот меня интересует рынок Европы и Африки. Я кликаю на эти куски диаграммы и затем в этой же диаграмме переключаюсь на страны. Соответственно, у меня в текущий момент времени меняется такой фильтр. Это Европа-Африка. Я могу дополнительно добавить еще фильтр в 2011 год. Соответственно, видеть продажи в странах Европы и Африки за 2011 год. И дальше могут тоже углубляться в анализе, делать какие-то отборы и так далее. То есть таким вот образом, произвольным образом анализировать эти данные. То есть вращать этими измерениями, вращать полями, делать какие-то бизнес-отвырития в терминах QQ. Кроме того, есть так называемые drill-down группы. Я опять же склонирую, чтобы быстро показать, как работают эти drill-down группы, я склонирую предыдущую диаграмму и вместо country, измерения country, я поставлю drill-down группу. Drill-down группа. Сортировку игры в значение я убираю. Соответственно, drill-down группа работает следующим образом. Если сделать очистку всех измерений, всех отборов вернее, то у меня отображаются продажи по всем годам. Соответственно, когда я буду кликать на следующий год, у меня происходит проваливание на уровень низ. Соответственно, этот отбор сохраняется и таким образом я могу построить такой вот анализ с углублением, дам не так говорить, на диаграмме. Как вы видите, делая отборы на одной диаграмме, либо с помощью списков, все эти фильтры применяются ко всем объектам. Таким вот образом можно построить такой вот, скажем так, интерфейс для анализа, произвольным образом скомпоновать объекты на листах, скомпоновать объекты на разных листах, ну и построить такие вот интерфейс для анализа. Опять же, покажу, как строится сводная либо прямая таблица. Просто клонировав существующий объект, нажав в свойства, войдя в свойства диаграммы, на закладке General я всегда могу изменить тип диаграммы. Кроме того, в кликью, ну, например, я выберу прямая таблица, строительство, соответственно, вот у меня в табличном виде отображаются эти данные. Опять же, сюда я могу накидать различные измерения, несколько полей, либо же использовать те же циклические группы, таких групп может, повторюсь, быть неограниченное количество, допустим, я добавил еще одну группу, соответственно, здесь у меня в таблице появляется возможность переключать, делать переключение измерений, соответственно, здесь я переключаю таблицы, эти же измерения переключаются на мои диаграммы, потому что используется одна и та же циклическая группа. Опять же, в таблице я могу делать какие-то оборы, например, меня интересует Канада, соответственно, этот фильтр применяется ко всем объектам, либо же меня может интересовать рынок, маркет, я могу выбрать Азию и Австралию, смотреть продажи только на этом рынке. Опять же, есть стандартные опции, вот здесь вот такие по умолчанию есть опции, которые позволяют там разворачивать объект на весь экран, выполнять печать. Опять же, этими опциями тоже можно управлять, здесь на свойствах объекта, терринерации мы можем включить либо выключить в закладке Caption, вот в данном случае включена опция Print и Send to Excel, да, конечно, мы можем с любой диаграммы выгрузить, просто нажав кнопку Excel вот здесь в шапке, выгрузить эти данные очень быстро в Excel, при этом запускает запуск Excel локально, если он установлен, и отображение этих данных, табличных данных в Excel, быстро можно будет делать. И кроме того, у Кликью есть такая интересная особенность, для каждой диаграммы мы можем сделать дополнительную кнопку быстрого переключения типа диаграммы. Например, вот у меня сейчас для этой таблицы я могу установить, кроме того, что отображать данные как прямую таблицу, я могу добавить, отображать данные как сводную таблицу, соответственно, появляется такая кнопка, либо в заголовке вот здесь вот кнопка, которая позволяет переключать с одного типа диаграммы на другую, то есть точно так же вот здесь на столбиковой диаграмме я могу указать, что эти данные можно отображать либо в виде линейной диаграммы. В общем-то, такие вот основные возможности, у нас уже мало времени, я не все успел рассказать, но опять же, для этих целей у нас есть, конечно же, отдельно тренинг, который в течение пяти дней мы рассказываем о всех возможностях по разработке. В QQ также есть отчеты, reports, которые достаточно тоже просто создаются методом drag-and-drop, есть отдельное расширение, это imprinting system и так далее. В общем-то, есть возможность создавать собственные объекты расширений для QQ, это так называемый extension object, это уже для опытных веб-разработчиков. Используя JavaScript, HTML можно создавать собственные объекты для расширения, но таким вот образом достаточно просто создается интерфейс и достаточно легко можно загружать данные с различных внешних источников. Ну, а что дальше? После того, как такое приложение создано, его, конечно же, можно скопировать на сервер, обычным копированием разместить в специальном каталоге на сервере, и такой документ становится доступен, используя стандартный веб-браузер, либо же, опять же, Windows-клиент. То есть, важная особенность в том, что такие документы без каких-либо дополнительных доработок, они доступны на любой программно-аппаратной платформе, используя обычный веб-браузер, будь то, ну, вы можете использовать обычные Android-устройства, либо iPad-устройства, либо какие-либо мобильные устройства для доступа к аналитике. В составе серверного программного обеспечения входит так называемая точка доступа, ClickView Access Point, это такой веб-портал, у меня, он уже где-то был открыт, я могу показать, то есть, достаточно удобный веб-портал, который позволяет получать доступ к вашим документам, которые находятся на сервере. В случае использования серверного варианта, все расчеты, все отборы, вся фильтрация и отрисовка данных, подготовка к отрисовке данных происходит на сервере, то есть, используя портал сервера. То есть, в принципе, клиентская часть, достаточно это такое тонкое решение, не требуется для отображения данных на клиенте, не требуется, скажем так, большого объема данных. В случае использования больших объемов оперативной памяти, либо же мощного центрального процессора, вся обработка данных происходит на сервере. Вот такая вот точка доступа, она вызывает легко вырывать документы на сервере, просто в браузере, при этом не требуется основного какого-либо дополнительного программного обеспечения. И опять же, все объекты, они интерактивны, и с любой точки мира можно использовать веб-браузер, подключаться к собственному серверу и производить анализ данных. Все, что я хотел сегодня рассказать, показать, я оказал. Спасибо за внимание. Я передаю слово Оксане Ильиченко. Коллеги, есть ли вопросы, может, какие-то к Александру? Спасибо, Александр, за демонстрацию. Вот вижу, есть вопрос. Так, сейчас я его зачитаю. Если аналитика берет данные с УВД, чтобы подгружать данные, требуется регулярно обновлять скрипт или ClickView сам обновляет данные? Александр? Смотрите, вопрос понятен, меня слышно? Да, я слышно. Что я не рассказал, то, что после того, как мы выполнили такую разработку аналитического документа, мы такой документ размещаем на сервере, и технические специалисты ответственны за администрированность сервера, используя консоль управления сервером. Консоль управления, на самом деле, это веб-приложение. То есть, опять же, используя обычный веб-браузер, мы можем управлять сервером. И, соответственно, для такого ClickView документа мы можем задать расписание по обновлению данных. Расписание можно задать достаточно гибкое, можно задать данные либо же, скажем так, с какой-то периодичностью, например, каждый час, либо же каждый день, ночью в определенное время и так далее. Также в ClickView есть такая технология, я упоминал немножко раньше, это технология ClickView Direct Discovery, которая позволяет на лету подгружать данные, например, мы можем организовать нашу модель следующим образом. В оперативную память загружать только справочники, а с помощью технологии Direct Discovery, с помощью специальных конструкций в скрипте, на лету подгружать транзакции. То есть, когда пользователь делает отборы в наших списках, на лету наши транзакции будут подгружаться, скажем так, в оперативную память с нашей модели. Но в большинстве случаев используется схема, когда все данные загружаются в оперативную память. Я говорил о том, что система ClickView это система с поколоночным хранением, поэтому, в отличие от реализационных систем управления базой данных, достаточно оптимально используется ОЗУ. Поэтому в большинстве случаев во всех проектах мы используем как раз вариант, когда данные находятся в ОЗУ. Александр, вижу, есть еще один вопрос. Как это сказывается на скорости? Это вопрос, насколько я понял, касается технологии Direct Discovery. Если я правильно понял, то скажу так, в Direct Discovery в сегодняшней версии этой технологии есть ряд ограничений. Понятно, что для загрузки данных внешнего источника потребуется какое-то время. и все зависит от того, как настроена ваша СОБД, как быстро она отдает данные с использованием либо же OLEDB-механизма, либо ODBC. Но, кроме этого, в текущей версии технологии Direct Discovery есть ограничения по используемым функциям. Там есть ряд таких ограничений, поэтому все-таки на текущий момент лучше использовать технологию InMemory. Потому что InMemory дает возможность очень быстро, скажем так, получать нужные данные, так как все данные загружаются в оперативную память в процессе, по расписанию, будем так говорить. Соответственно, когда первый пользователь подключается к серверу, такой документ загружается в оперативную память на сервере. И тут еще одна такая интересная особенность. Последующие пользователи при подключении к такому документу для последующих пользователей требуется всего лишь 10% исходного объема данных. То есть, если, допустим, у нас, условно говоря, у нас 10 гигабайт данных в нашем документе ClickView находится, то первый пользователь подключается, этот объем данных загружается в ОЗУ на сервере. Последующее подключение требует всего лишь 10%. Последующий пользователь будет требовать всего лишь 1 гигабайт от исходных данных. Таким вот образом реализована мультипользовательская работа в случае использования серверного варианта. И, кроме того, пользователи могут работать независимо, и также есть возможности взаимодействия друг к другу, куда пользователи могут работать в рамках одной сессии для того, чтобы обсуждать какие-то моменты и так далее. Такие вот особенности серверного варианта. Пока что больше не вижу вопросов. Александр, я бы попросила тогда передать мне права управления. Я, в свою очередь, хочу представить нашего директора компании «Билла Украина». Я сейчас передаю права управления Вячеславу. Так, Вячеслав, секундочку, еще звук вам включим. Здравствуйте, Вячеслав. Добрый день. Сейчас вас отлично слышно, да. Мы готовы вас слушать. Добрый день, коллеги. Меня зовут Вячеслав Миленов. И я, в принципе, состоятель системы ClickView в компании «Билла Украина». Как все началось? В начале 2013 года нас пригласили принять участие в презентации системы ClickView, которая компания RBC Group. Далее нам это понравилось. Посмотрели, насколько все-таки мощная эта система, так как та система, которую мы используем до сих пор, и наше корпоративное решение – это бизнес-обжект, продукт SAP. Бизнес-обжект довольно мощная вещь, но она не такая гибкая и довольно медленная программа. Поэтому бизнес-обжект намного быстрее работает с данными и представляет анализ этих данных. На тот момент для меня, как руководителя отдела контролинга, было очень важно оперативно и быстро понимать, как развиваются наши продажи, маржа и так далее. После того, как мы посетили презентацию RBC Group, мы попросили сделать нам небольшой пример и вебинар, на котором были показаны азы, как можно сделать самостоятельно самое простое приложение. И после этого я начал работать над созданием этого приложения. Я хоть и не IT-специалист, но у меня имеются навыки работы с SQL, понятие базы данных и программирования, поэтому для меня не составило труда. Я взял тот мануал, который находился на сайте, взял пример, который мне дали на диске компании RBC Group по анализу товаров, обороты, продаж, и по этому образу и подобию я начал пытаться сделать что-то свое и уже базируясь на наших данных. И исходя из того примера, у меня кое-что получилось. То, что получилось, это модель, которая в себя включает анализ не только продаж, но и наценки, также сравнение продаж с бюджетными продажами, анализ клиентов, анализ списаний, которые есть в нашей сети, также анализ запасов и также анализ цены артикула. То есть данных, которые находятся в модели, довольно много. Вы, наверное, видите сейчас мой экран. И на этом экране это пример самой первой страницы. Это анализ продаж. И здесь использованы простые элементы клип-вью. Это графики, на которых показано развитие наших продаж, нашей маржи и акционной доли. То есть сколько акционного товара, какую долю занимает в наших общих продажах. Под низом всегда находится таблица. Если графические данные не удовлетворяют, можно всегда это посмотреть в табличном виде, чтобы было понятно по цифрам сразу посмотреть. Данная модель, то что я ее презентовал нашему совету директоров. И потом, позже это было одобрено. И мы купили лицензию, серверную версию. На данный момент у нас практически 30 лицензий. Ими пользуется отдел продаж и отдел закупок. Для того, чтобы смотреть как развиваются магазины, как развиваются товарные группы. Прелесть этой модели также в том, что можно сразу видеть общую картину на уровне страны в целом. Потом опуститься на уровень товарной группы или магазина. И далее можно опуститься на уровень артикула. И этот артикул разложить по полочкам, где он продавался, сколько запасов, какая цена, сколько списали и так далее. Вся основная информация находится в одной модели. Хочу поблагодарить компанию RBC Group за то, что после того, как я разработал данную модель, компания провела аудит и подсказала, как можно улучшить производительность данной модели. Поэтому эта модель стала еще лучше работать. Если пройтись по закладкам, в принципе, они одинаковые более-менее. Я не хотел перегружать пользователя какими-то дополнительными графиками непонятными. Я хотел, чтобы это было просто и функционально. Сейчас мы можем видеть сравнение фактических и бюджетных продаж. Красное – это наш бюджет. Зеленое – это наш факт за этот год. И синий график – это факт прошлого года. Поднизон – это анализ за один день в сравнении с прошлым годом и бюджетом. В этом углу экрана видно те выборки, которые можно выбрать пользователь и посмотреть, в каком разрезе он хочет. Например, по филиалам, по городам, по разбилке Киева и регионы, за неделю, за день, по разнообразным товарным группам, вплоть до артикульного уровня и так далее. Я очень активно использую циклические кнопки, то есть все те разрезы, которые можно подставить в таблицу, и все будет пересчитано на всех закладках по тому, что я выберу в данной кнопочке. В данный момент в модель залито порядка 180 миллионов строк. Обновления проходят каждый день. К сожалению, хочу отметить, что прямого доступа в нашу систему управления товарными запасами нет. В данный момент приходится выгружать данные в текстовый файл, и потом уже ClickView самостоятельно подхватывает этот текстовый файл и обновляет всю модель. Каждый день проходит обновление и добавляется дополнительный один день. Обновление проходит утром, в 6 часов утра, то есть когда закупщики или отдел продаж приходят на работу, все уже обновлено, видно состояние на вчера. Бюджетные данные подгружаются просто из файла Excel, и они не изменяются, то есть один раз мы это сделали, и оно там есть. То есть работа построена вот таким вот образом. От себя хочу сказать, что система для начального уровня простая. Никаких дополнительных технических знаний и задач не требуется, чтобы сделать для себя самостоятельную модель, которая вам поможет очень быстро облегчить жизнь именно в анализе данных, и это очень помогает. Я вижу, я уже ответил на один вопрос по поводу, откуда берутся данные по бюджету. Это из Excel, Excel файл, и 1S мы не используем для этого. Это что касается опыта компании Биллы. Если есть еще вопросы, я буду рад ответить. Вячеслав, спасибо большое. Подскажите, может, еще какие у вас планы на будущее по развитию платформы? Наверняка что-то еще дорабатываете. Сейчас данную платформу я представил нашим коллегам из других стран. Билла Россия, Билла Чехия, Хорватия. То есть они очень заинтересовались. Это было представлено в Вене, в центральном офисе. И очень возможно, что эти компании захотят тоже себе внедрить ClickView для анализа. На данный момент мы планируем наш HR-отдел также в этом отделе внедрить ClickView для того, чтобы можно было быстро анализировать текучесть персонала, количество и все те показатели, которые будут интересовать отдел HR. Потому что там есть место для улучшения. Второе место это будет отдел персонала. Также мы планируем сделать в финансовом отделе отчет о прибыли и убытках в ClickView загрузить. Это уже частично сделано. И в таком направлении мы сейчас работаем. Спасибо большое за ответ. Я пока что больше не вижу вопросов.